всем привет друзья ну что орал ангарос уже приближается к своему завершению и большому сожалению осталось с вами не так долго вторая неделя приносит массу сенсаций особенно в женском разряде но посмотрим какой все-таки будет итог и перед тем как мы обсудим выбранный мной мальч конечно я не забуду вас поблагодарить как обычно за вашу поддержку и помощь напоминаю что у меня идет сбор на новую электроприводную коляску которая хочу приобрести вместо той которым я к сожалению уже не работает и благодаря вам я уверен не получится приобрести новую быстрее намного чем я до этого хотел все информации находится в описании там и ссылка на донат там и сколько нужно собрать сколько собрано также список всех донатеров так что если кто-то хочет оказать свою поддержку то я всегда буду только очень благодарен но теперь обсудим одно из полуфинальных противостояние в котором у нас сойдутся софья тенин и петра квитова очень прям любопытный меня это будет матч причем что я вижу именно в этом полуфинале победитель этого турнира в целом квитова конечно с багажом опыта будет иметь психологическое в первую очередь преимущество в этом матче и многие конечно тут сомневаются сможет ли именно на грунте своим таким теннисом активным мощным петра именно захватить инициативу и быть первым номером но многие почему-то забывают о том что у петре помимо титулов на быстрых покрытиях есть также и грунтовый титул и да у нее тормоз как я отметил но на турнирах категории премьер у нее титулы были весьма солидные если мы разберем то как сшли девушки по турниру то конечно путь софьи был более проблематичные но как показал ранга роз это стало очень хорошим мотиватором для софьи чтобы действительно показать лучшую игру дальнейшем и конечно тут не стоит акцент делать только на том что петре не очень пускай нравится грунт тени тоже больше предпочитает быстрые покрытия у нее тоже такой стиль игры который предполагает такую быструю игру активную игру да возможно у софьи больше такие скажем комбинации для долгих розыгрышей но не стоит забывать о том что все-таки конечно преимущество на том же приеме у петре будет колоссальная и да конечно опять-таки я понимаю что будет еще акцент о том что у квитовой было немало ошибок на протяжении турнира она давала свои геймы неоднократно даже много но все но она побеждала в двух сетах абсолютно каждый своих соперниц в отличие от софьи да софья зато неоднократно побеждала в решающем сети разгромно и не стало исключением даниэль коллинс но от петра я думаю такого вреда стоит ожидать такой расслабленности и такого подарка если будет три сета подводя итог я скажу что наверно я здесь возьму очень банальный и многими думаю выбранный вариант и так без моих с каждой рекомендации и аналитики это победу петры какие-то вой я считаю за счет опыта за счет но наверное такой более игры чемпионской наверно вот так выразиться и за счет характера я считаю что именно петра крита должна тот не просто выйти в финал но и завоевать очередной свой титул на турнире большого шлема и 1 надо в ангарос ну и не забывайте ребят о том что нам был бы эту вас есть возможность получить довольно таки хороший бонус к своему депозиту размере 10400 рублей чтобы это сделать вам нужно выполнить два простых условия первое это пройти регистрацию взять ссылку из первого закрепленного комментария по данным выпуском и в этом же комментарии находится промокод который активирует вам данный бонус но у меня все на этом друзья я думаю что скорее всего финал мы с вами будем стримить в прямом эфире об этом вы узнаете расписание еще на телеграм-канале моем группе вконтакте ну а на сегодня это все всем как за желаю удачи и до скорого пока пока